...видеть в гранд-финале первого мажора текущего DPC. Они выступали здорово на протяжении всего старта этого сезона. И сейчас в гранд-финале они радуют нас своей игрой. И будем надеяться, что они не единственные, кто нас порадует. Я надеюсь, что и вы, зрители, приложите к этому руку, потому что у нас продолжается конкурс бюджетного косплея. Я призываю каждого из вас принять в нем участие. Что нужно сделать? Придумывайте свой бюджетный косплей. Если вы смотрели наш турнир, то вы уже могли видеть, как другие наши зрители участвуют в этом мероприятии. Фотографируйте его обязательно на фоне нашей трансляции и выкладывайте в социальную сеть ВКонтакте с хэштегами, которые уже на ваших экранах. Собственно, по завершении сегодняшнего гранд-финала мы все ваши работы обязательно посмотрим и определим двух победителей. Участник этого конкурса, который займет второе место, получит эту прекрасную плюшевую игрушку, а самому достойному участнику сегодняшнего конкурса достанется прекрасная игровая гарнитура. Эти подарки нам подогнали наши друзья из магазинов Rockstore. За что им огромное спасибо. Ну, а вы, в свою очередь, не стесняйтесь, участвуйте. Будем оценивать, смотреть ваши работы и кому-нибудь обязательно эти призы достанутся. Еще раз составы на ваших экранах. Филиппинцы против китайцев. Собственно, действительно, триумф азиатской доты сегодня у нас с вами. Да и в целом турнир для этого региона сложился довольно удачным образом. Но это мы все уже обсудили, а впереди вторая карта. И драфты уже на ваших экранах. Как здорово, что мы врываемся на них уже сейчас. Да, вот и Патма в бане. Все, Серега шарит за этого героя. Так да, как раз Сергей когда говорил, там сообщения из чата показывали. Серега, ты не видел, там было написано, а депутат шарит. Люди понимают. Да, но у нас из таких ванов, которые были в первой карте и вчерашней серии, на Акстерена не отправилась отдыхать. И, кстати, возможно, сейчас Тиньси краски что-то будут придумывать в эту сторону. А на первой была? В бане, да. Окей. Ну опять же, Тиньси любит этот пик, распик делать, но он опасный. Особенно, когда у тебя соло. Был бы двойной, сразу мог бы забрать, да, и Тиньси хорошо, в принципе, эту стратегию реализовывают. Вот, но если ты заберешь сейчас нагу, допустим, то сейчас в мету вошел дизраптор, как соло-суппорт. Его просто могут у тебя разбить эту комбинацию, и твоя нага без дизраптора, она кажется, ну, не так крута. Против нее управу найдут, потому что она у тебя появляется сразу, ты открываешь сразу кора, у тебя воруют дизраптора и набирают героев против этой наги, которая, в принципе, не так сильна, как кор там против, ну, других героев, как бы более луитовых. Слушайте, я же правильно понимаю, эта серия, это, скорее всего, последняя серия, которую мы смотрим в этом патче. Скорее всего, да. Можно ли сказать, что это был вообще патч связок? Вот есть некоторые патчи, когда все, речь идет, как правило, о каких-то конкретных героях, и не так было важно, как добирают под них. А здесь просто мы смотрим Баланар-Котел, Шейкер-Морф, Серега вот говорит сейчас, Дизраптор-Нага, по сути, сплошь и рядом такое происходит. Да, когда-нибудь просто все остановится на фразе Арквардена. И без связок он сам с собой как бы отлично сочетается, и все будет хорошо. Да, но этот же патч не про этого персонажа все-таки. У него 7 игр, 5 винрейтов, побед. Ну, это неплохо, но... Он стоп, 5 винрейтов, так-то. Это неплохо, но ты можешь посмотреть на Вайда, у которого, типа, 30 игр и 70 с лишним процентов винрейтов. Понятное дело, да. То есть, Войт тоже хороший, но он тоже без связок хороший. Да не скажи. Ну, всегда же мы, когда видим Вайда... Мы что-то добираем под него дэмэдж, очевидно, да, но подойдет любой герой. Это как говорить, что я возьму Шейкера, потому что под его стан любой герой даст дэмэдж. Окей. Поэтому не совсем это, конечно, верное заявление. Но вот к чему я хотел сказать, что Тиннисии заванили Вайда, то, что их вчера закрывало вот эту связку Шейкер, плюс что-нибудь... Будут в Морфа выходить, как считается? Возможно, возможно. И сейчас, возможно, Вичи даже думают о том, чтобы, знаешь, так, осеть и аккуратненько этого Морфа забрать себе. И мы даже видели уже пару раз такие игры, где появлялся Морф в ответ, но видишь, нет. Аллилуйя, аллилуйя, что кто-то сразу берет Магнус и Фантомку, а не Магнус Джиггернаут. Потому что этот Джиггернаут у меня просто накаливает. Магнус Фантомка — это рабочая тема. Потому что ты можешь щелкать с крита. А здесь? А когда берут Джиггернаут, у меня слезы наворачиваются. Ну, посмотрим еще, какой здесь Магнус будет. Третья позиция или четвертая. Ой, это же самая актуальная тема нашего медиаполя. Да-да-да, это реально довольно важная тема. Ну и посмотрим, не постесняются ли ТНС играть против этого дела через Морфа. Не постеснялись. Все-таки Морф. Слушайте, ну ведь споткнуть же уже один раз. Ну, тем не менее, будет интересно посмотреть. Потому что ты вот когда спотыкаешься в какой-то серьезной игре, в каком-то важном моменте важного турнира, ты же делаешь какие-то выводы. То есть они, допустим, посидели, разобрали. Забаннил Майдам. Кэрри дал свой фидбэк, дали тебе другие позиции фидбэк. И посидели, посчитали, что именно послужило поражением. Тут, извини, что перебил. Любопытно просто, как в ТНС это обсуждение проходило. Просто напомню, что они, одна из немногих команд, которые на турнире участвуют без тренера. У ребят тренерские функции и капитанские функции выполняет марч. Просто позвонили Хину. Да, но он и тренер, по сути. В принципе, он и готов. Он все делает грамотно. Он делает грамотные баны. Он пересматривает именно политику партии драфтов. Он говорит, мы нормально играем с Аморфом и Шейкером. Просто против нас Вич и Гейминг кое-что придумали. Давайте это уберем. Мирану, коль мы первую карту сейчас с ней выиграли, и у нас будет фестпик. Скорее всего, сейчас Вич и Гейминг отправят в бан. Так и получилось. Мы свою трешку уберем, да, стандартную, которую на первой карте убирали. Потом начнем с Шейкера. Они что-то возьмут. Мы возьмем Морфа. И дальше мы уберем Пака. Это тоже один из ключевых персонажей, который очень сильно мешал им как раз-таки на первой карте в финале Венеров. Он очень сильно раздражал. Там была и Мирана, там был и Пак, и вот этот лайн он выиграл трипл-лайн. Он очень сильно напрягал. Еще Пак, он, ну, прям на нервы действует, Морфу. Вот потому что это третья позиция, которая берет ранний Даггер. Сайленс постоянно, и Морф уже с микрофотной. Там была ситуация, где Морф стал Паком и в итоге проиграл Паку в Пака, потому что он просто взял свои клавиши максимально криво, и в итоге взлетел под вышку, отдал себе билки, не попал, и вражеский пак, да, Сайленс убил его. Возможно, еще из-за этого. А так просто вчера и в играх ранее они каждый раз встретили вот именно Вайда против себя и ОД. И вот в этот раз ОД еще в пуле остался, быть может появится, потому что как раз-таки против Морфа он хорош тем, что ты нажал ультимейт, и он в целом заканчивается в любой форме. Ну, самое главное, два неприятных персонажа, они в бане. Это, ну, Войд. На первой стадии Мирана. Против остального можно играть там. Морф любит, когда к нему приходит пассивный лайн, когда он постоит, поформит, наберет свои артефакты и пойдет всех убивать. Когда его напрягают, и просто там два героя приходят по 600 рейнджа и начинают его с рук бить, и он не может формить, и его из него выбивает просто весь эрген, который у него есть там за первые полторы-две минуты, то, понятное дело, такой Морф, он как бы не будет тебе доминировать там на ранней стадии в мидгейме. Я в ходе подготовки прошаривал различные аналитические текста на разных порталах, они их публиковали, и там приводилась статистика, что аппарат неожиданно очень неплохо против этого персонажа может играть. Да ладно? Ну да. Спасибо, что открыл нам. А аппарат, в принципе, он хорошо тебе работает, всегда против героев, которые имеют вот эту жесткую перекачку, бешеный эрген и так далее. Просто мне интересно, выйдут ли в него ВИЧ? Одно из двух. Думаю, что нет. Ты либо уходишь в аппарат, либо уходишь в Спирит Весел. Одно из двух. Просто Спирит Весел он надежный. Ну нет, он, скажем так, для любого героя подойдет, но как раз таки его легко снять. А аппарат, он чем хорош, что он такой один, с его ультиментом тяжело бороться, но вот он в некоторых моментах проседает относительно условного Фуриона. То есть вперед на линию, Фурион явно будет мощнее. И вот они уже придумали способ, первый, как оказывать давление на Морфа. Возможно, кстати, что это будет Ямк на Фурионе, это вообще будет третья позиция, такой боевый боец. Причем потом соберет свой любимый Shadow Blade торчит и начнет заваливать. Так скорее всего так будет, мне кажется. Откуда ты из леса, да, и Морфу здесь реально будет некомфортно. И учитывая, что с одной стороны ты хочешь еще купить себе Аганим, а один из первых сотов, то есть ты сидишь, там, пару масочек какого-нибудь, ПТ там взяли, ну что-нибудь там, купил Аганим. Вот у тебя там условных там 7 тысяч Нетверсов, тебе там 7-8. И это не спасение вот какого-нибудь Сайланса, это не спасение какого-нибудь Стана и так далее. Поэтому здесь, по идее, этот Фурион реально может сделать очень много по игре, просто потому что он потом будет душить и завязывать Морфу немножко другой тембилд. Поправьте, если я ошибаюсь, связка Морф Шейкер либо выигрывает в доту, либо их переезжают минус за 20-25, правильно? Типа того, ну вот нам показывали. Ну вот пик слева, он способствует такому завершению игры? Да, 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 определенно. И нам показывали же Шейкера, что у него винрей сейчас 25%. То есть это как бы о том говорит, что герой вне вот этой комбинации вообще не особо работает. То есть просто плохо получается. И вчера была игра, или позавчера где-то, Лекс сидит и говорит, типа, что было бы здорово, если бы с Шейкером что-то делали, потому что у него все хорошо. Потому что Форс говорит, если у Шейкера уже сейчас все хорошо, то вы делаете явно что-то не так. Поэтому, что Шейкер вообще герой не для старта игры сейчас. Ему реально тяжело себя нащупать, себя найти. А Грим это здорово. Это и третий спелл под Фантомку, это и ультимейт под Фантомку, под Фуриона, два ультимейта, под Раки. Там такая же речь сейчас может начаться. Но главное не залить линию. А у Фантомки талант на несколько даггеров остался? 25-й. Ага. Ну, просто интересно будет посмотреть. Плюс два даггера, и ты кидаешь шестеру вот. Да, да, да. В принципе, Вич и Гейминг, они у тех самых Тинь-Ситы и сорвали стратегию эту. Против Альянсов они играли на третьей карте. Как я вспоминаю, там был как раз-таки Магнус, Фантомка и Фурион. И они Альянсов там просто убили, закопали. И здесь это тоже. Это стратегия довольно-таки рабочая. Тимбер, хороший пик, чтобы напрягать лайн. Опять же, он не боится. Если Фурион будет бэбиситтером, если он будет пятая позиция, ему плевать на Тимбера и плевать на Фантомку. Вообще на эту даблу. Он там стоит, себя чувствует как рыба в воде. Я вообще бы сейчас делал Магнуса бы позиции 5. С той, которой я бы сидел. Просто как-то пытался выиграть время для Фантомки, игреем на четверку, а Фуриону в центр. Чтобы застапить так, как Тимбер вряд ли могут себе подумать. И в итоге переиграть их на том, что у тебя Тимбер не придет на легкую линию. У тебя Морф придет туда, куда его будут... Где ему будут сучать по лицу и мешать фармить. Пока мне драфт Тимбер нравится чуть больше. Но тут опять столкновение двух вот этих фармящих пар. Это, соответственно, Магнус с Фантомкой и Морф Шейкер. И тут кто как лучше отыграет по игре. Потому что тут и с одной стороны вот этот мидгейм хороший, и с другой стороны мидгейм хороший. И кто первый доберется до артефактов, и кто первый будет делать полезные мувы. Ну а в теории при равной игре двух команд Вичи таким пиком быстрее же расфармиться должны, правильно я понимаю? У них скорее посильнее сама по себе Фантомка. То есть ты врываешься, у тебя там Трустрайк на один удар, все здорово. Там кучка дизейблов. Ну а что если она нажала БКБ? Вот в этом моменте, от этого включатся, исходить, что Фантомка будет помощнее вот в этом моменте, когда она нажала клавишу. Что РП работает все-таки по Блокенбару Морфу, а Шейкер не работает. Бан ОД. Ну потому что против Тимбера хорошо. Вообще это со мной интересно, ребята, они каждый раз берут героя невзирая ни на что, потому что как раз к Тимберам против Грима играть иногда просто невозможно. Ты кинул ультимейт, получил духа, и стоишь ни сломать его, ни уйти, ничего не можешь. Ну тут возможно они рассуждают так, что им только против Грима тут играть невозможно, а остальные герои ему не так страшны же. Есть такое, но опять же Фантомка вот чем хороша. Допустим ты стоишь где-нибудь там в смаке с командой идешь, на тебе 0 стака фармора, и вылетает даггер на 1500 на тебя. Все, до свидания. Типа того, да. Иногда такое тоже случается, но вот видишь, они набрали по итогу неплохой стап именно против Фантомки, потому что у тебя есть и выключение пассивки, и трус-трайки, и все прочее. То есть на самом деле очень будет некомфортно здесь играть. Вайпер очень хорош против Фантомки. Опять же ультимейт этот, который напрягает ее, не дает ей нормально быстро двигаться по драке. Поэтому, ну, ТНС пока опять, как по мне, хороши на драфте. И чуть-чуть передрафчивает Ани Вич. Да, нужно говорить, прям, концептуальный герой для Вич, который сейчас даст не хуже Тимфайт. Ну, это он? Ну, возможно. Опять же, у тебя попаление под импауэром, это не слабже, не слабее, чем Фантомка поэтому. Опять, смотри, пик ТНС, он такой сбалансированный, и по игре, на планомерную игру, то, что они сейчас все хорошо у них будут, оставят лайны, и они выиграют своим драфтом, ну, скорее всего, вот этого драфта. А там драфт, он именно на исполнение. Тебе нужно не совершать вообще вот этих ошибок, аккуратно играть, без брака, идти вот гангать, пытаться на ранней стадии, и чтобы Фантомка потом как раз-таки у нее был спейс хороший под твои вот эти начальные драки. Я на ТНС. Мне нужно ТНС, Морфа Шейкер. Фантомка, конечно, со одной стороны килл любого, но здесь реально много против него набрали, и Тиннику нужно не меньше времени, чтобы выйти в боевую кондицию, и там уже Морф может просто выиграть игру. Заглянем напоследок на коэффициенты от наших партнеров по рематч, перед тем, как передавать слово комментаторам. 1-7 на ТНС, 2-0-8 на Вичи Гейминг. Обратите внимание, друзья, что это на всю Best of 5 серию. По мнению наших партнеров, именно Вичи выступали фаворитами перед началом этой серии, но пока что все складывается не в их пользу. Посмотрим, как будет дальше, а пока слово нашим комментаторам. Какие-то вы грустные, парни, я слежу за вами, слушаю. Расстроились, что Вичи Гейминг проиграли. Непонятно, где ваша энергия. Всем привет, вторая карта. Ну, на самом деле, учитывая драфты, кто бы мог подумать, что есть потенциал в 2-0. Но есть такой вариант, что может случиться, что ТНС выиграют, учитывая, что Вичи Гейминг показывали себя всех минеров идеально. Были там поражения, но в любом случае они не проиграли ни одного матча. А тут вот такой начал. И у нас появляется Фантомка Магнус. Это Магнус, кстати, позиции 4 здесь. Это не Кор Магнус. Но при этом против Шейкера и Морфа. Ему с тобой задавали вопрос, как это все будет работать, как это должно быть. Да, это как бы нормально. То есть играть Магнусом, Фантомкой против Шейкера, Морфлинга, мне кажется, не это главная проблема для Вичи Гейминг. Главная проблема — это вот товарищ Тимбер и товарищ Вайпер. Потому что Вайпер, Фантомка выключают А, а против Тимбера героев у команды Вичи Гейминг на ранней стадии игры нет АТБ. То есть очень трудно может быть. Тимбер куда не придет? На легкую, в центр, на сложную линию. У него везде все очень-очень хорошо. Ему никто ничего особо сделать не может. Он там будет качаться, будет фармить. И как Вичи Гейминг с этим будут справляться, для меня пока загадка. Ну, в общем, на прошлой карте вроде как Морфа Шейкер вообще не был использован на стадии драфта. То есть никто его не банил. Просто ребята отказались от этого героя, что Морфа, что Шейкера. И Шейкер, кстати, на позиции 4. Ну, да. Как-то в один момент было классно увидеть Шейкера Кора, но потом ребята поняли, что лучше его ставить на саппорт, если ты играешь с позиторией. Ого, да. У Магнуса смотри, какой интересный стартовый закуп. Это Тапок, Танго одно и Кларити с веточкой. Ну, Магнус 4, понятно. Ты просто... Ну, хотя, с другой стороны... Он, наверное, крипов будет водить просто. Кто у него на этом лайне будет? Начерс Профит. А на Ферс Профит будет лайнить Морфа и Вич-Доктора. Да ему вроде как это не особо нужно, чтобы там кто-то крипов ему водил. Просто, ну, чем еще заняться, будучи Магнусом 4? Либо крипов водить, либо как-то, ну, я не знаю, там, возить героев, ну, там, что один, что другой персонаж, рейнджевики, и возить их особо не будет получаться. Ну, посмотрим в итоге, что получится. В ВД можно будет пытаться закрывать спруты в каком-то этапе игры и на Скивере вести, но это так звучит. Скорее как фантастика, там, все это реализовать будет непросто. Это звучит как просто что-то ненужное на самом деле. Ну, закрыл ты его спруты, ну, ёс, ну, ну и что? Так, Вайпер против Тини, да, у нас на центре получается. Кстати, Вич-Доктор либо Пенька убил, либо Вард один задивардил. Пенька, похоже, убил, потому что у него как-то маловато. Маловато золота за Вард, он бы больше получил, естественно. Так, по баунтирунам 2-2 у нас Тимбер с кем будет встречаться? Похоже, что с Гримстроком и Фанток. Гримстроком и Фанток. Слушай, вообще эта линия может, в принципе, что-то сделать. Попытаться. Ну, там, мне кажется, какое-то окно есть временное, когда Тимбер получит хороший уровень, появляется пассивка. Триумна-дефинсия. Притом, нет, 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 не пугает от всех и меня. Ну, пришел Пиф, немножко гоняет Гэби. Ну, пока новичок, новичок хорош вичи гейминг. Да нет, нет, тут тяжело будет. Перекачка первая, мы понимаем, она неэффективна в плане выживания, она эффективна только в плане добивания крипов попроще. А если тебя нападут, то уже ты не выживешь почти месяц. Так, а тут что, у нас трипла намечает? Пришел шейкер, фиссуры скинул, видимо, на сложной линии, помог Тимберу, и он уже здесь. Ну, тогда надо увнеть Тимбера сейчас в боте, прям с первых минут, чтобы он не фармил там. А здесь, кстати, для вичи гейминг, мне кажется, выгодная позиция. То есть они будут стоять вдвоем против троих, иначе профит тебя будет более-менее нормально ощущать. То есть он может себя пеньками, если что, обезопасить, натравить их вот так вот на Тимса и побить его ручками, чтобы он там совсем-то уж так не бегал нагло. Вот, Пиф еще будет пулить крипов, учитывая, что он на стороне Рейдент, это очень легко сделать. Блочит спот, а все-таки телепортируется в бот. Попытка будет убить сейчас Кейпи, Кейпи. Что прокачал, интересно, армор или первую? Прокачал армор, и вроде бы пока ему нормально. Ну, есть подозрение, что сейчас Магнус выберет классную позицию, но тут Кейпи понимает, что происходит, что пахнет жареным, пытается максимально массовать. Но Магнус ботинком, мы это помним, этот ботинок сейчас позволяет сделать ФБ. Плевок одеваю, и реально ботинок спасает. В эту ситуацию так бы просто Тимбер ушел. Вообще на Тимбере очень часто качает именно первую способность, потому что ты за счет нее можешь выбить ресурсы. Тебя начинают зонить вот так, что тут Тос будет сейчас Атори, прямо на ранжевого крипа проседает. Армор достаточно сильно проседает. Еще один лыжет. У него фласка есть, и фейрифайр вряд ли его Ори убьет, но это уже минус фласка, тоже очень круто для Ори. Ты вот, ты просто стрейфишься поближе к деревьям и пилишь постоянно, даже если ты отдал ФБ, даже если ты там умер. Это не так страшно, потому что ты там полностью пропиливаешь саппорта, пропиливаешь керри, керри вынужден там много танго нажать. У Янга могут быть проблемы, пытаются он телепортироваться, там кассочки тайминговые, но мне кажется, все равно уйдет. Вот, полетели. Ну, ходит. А параллельно Тимберу не сладко. Тимберу не сладко. Хотя он там каких-то крипов получил по таверам, что-то даже кейпи добил. Им нужен просто уровень. Он, наверное, вторую, да, вкачал просто, чтобы выживать здесь. Да, это логично, с его стороны. Ну да, то есть, если ты на первом уровне вкачал пассивку, то лучше, наверное, второй спал. Наверное, вот, по крайней мере, на такой линии выкачивать. Ну, тут он еще один стоит, ему действительно очень-очень сложно. Магнус на варде бегает и прекрасно это понимает Вайпер. Повезло с руной. Армалу очень повезло. Дабл дэмэдж, одна из лучших рун на старте игры, просто чтобы можно было нормально крипов перединаить всех. Тинни был ласт пиком у Вичи Гейминг. То есть, знали, Вичи Гейминг, что на миде будет Вайпер, но Тинни вроде как Вайпер особо так не боится. То есть, он там все равно качается, ветку берет и крипов добивает. Так, Пив выходит на центр, немножечко пугает Армала, очень сильно теряет здоровье и вынужден он отсюда сейчас уйти. Но он теряет время. Тимбер, видимо, понимает, что снизу не получится убить. Тимбер очень много получает. Тимбер начинает толкать линию активно. И пассивка там уже будет 2. Ага, у него уже 4-й уровень. Но это супер плохо. Супер плохо. Магнус ушел в эти стопы, и Нечиспроф перестал в этот момент фармить, а Тимбер фармить продолжит. Да, да. И это невероятно. Невероятно плохая новость для команды Вичи Гейминг. Кипи может даже позволить тебе сейчас умереть. Этого абсолютно ничего не изменит. Даже если как-то на него Вичи Гейминг нападут, смогут его забрать. Прохарасят очень сильно. Он все равно вернется, все равно будет фармить. Потому что для того, чтобы убить Тимбера, нужно потратить слишком много здоровья, слишком много способностей. И Эурус, ну я не знаю, какой у него план. Просто пытаться фармить по максимуму. Пытаться забирать все, что только можно. Но Ичиспроф, это герой третьей позиции, которую мы крайне редко видим. Здесь вот появляется, Янг на нем играет. Интересно, что этот герой способен показать против такого драфта с не самым удачным стартом, как для самого себя, так и на легкой линии. Рун регенерации контролит Магнусу. Тинни есть боттл. И все-таки вынужден пиф рун регенерации забрать. Потому что Крипвейв в такой немножко... Ну, не смог Тинни, короче, туда прострейфиться, забрать эту руну. Увы. Но ему, наверное, очень хотелось. Потому что у него боттл есть еще. Сейчас Магнусу нужно просто набирать уровень. Непонятно, на чего он здесь взят. А там будет импауэр, а вот фантомка будет очень сильно разгоняться. Надо хотя бы стакать. Пока Магнус на карте не делает вообще ничего. Он помог сделать ферзблат, но в данный момент он не помогает где-то... На этом его импакт и закончился. Он пришел на мид, получил несколько ударов, за которые лун забрал сам, и все. Он просто смотрит на крипов. Ему надо пойти стакнуть. Вот прямо сейчас. К пятой минуте, чтобы сделать... Ну, он должен сделать хотя бы один стак. Шакоева не хватает, так бы можно было и дабл стакать, и там... Да там, мне кажется, можно и со скивером дабл стак сделать. Но пока подходит в топ для того, чтобы руну проконтролились. Хорошо, если забирать руну, оно того стоит. Но вражескую руну он не забрал, стаки не сделал, минута потрачена... Там Тимбер идет руну контроли тоже, и по итогу получится 2-2, ведь. Минута потрачена, то есть он ничего не сделал за это время. А для четверки это страшно, когда ты за минуту ничего не сделал на старте. Шейкеры там хотя бы пулы какие-то, наверное, фармят. Нет, шейкеры по золоту не много. Все лучше, он тоже стоял на линии, они просто пытались максимально на чест профит умешать, и это отчасти получалось. Но Тимс тоже пока просто на карте присутствует. Вот, вышел на мид, у вайпера появится вот-вот ультимейта, можно будет пытаться как-то атаковать, но здесь лишь Магнус на экспериенсе стоит. Армал уходит в лес. Ну, вайпер не особо обламывается, если он не может вражеского героя убивать, он просто толкает линию, уходит в лес, там качается. Транкьюл у Магнуса появляется. Ну, тут хотя бы левел можно взять какой-никакой. Ори иногда с центра смещается, куда-то где-то бегает. Он сейчас должен стакнуть сеншентов. О, другое дело. Фантомочка потом все это дело зафарм. Фантомку одну оставили, правильно. Ну, слушай, в этом случае Фантомка скоро будет страдать один на один. Тимбер там реально начинает уже дышать. Она шестой апнет, пойдет, и, наверное, ну, треугольник будет фармить. Придется эту линию Тимберу на растерзание отдать. Здесь главное Гримстроу особо экспу не воровать, потому что если еще Гримстроу будет у Эвруса экспустию забирать, то у Кейпи будет шестой, у Эвруса будет четвертый. Будет все очень грустно. То есть он старается пулить, как-то спамить первым спеллом по возможности в линию. Но при этом катапульта, подходят крипы, и Кейпи может просто продолжать пушить немножко. Да. По чуть-чуть. Ему уже никто ничего сделать здесь не может. Так что этот отвод, он непонятно выгоден или нет, пытается Эврус от себя крипов всех забрать. Кейпи чисто в теории можно только при помощи Тинни. А, кстати, Тинни-то идет. Тинни идет. Слушай, может что-то получится? Сайланс повесили, оказывается Тинбер встанет. Тинни с прокастом, Эваланч, Тос, полетели, Тинбера убили. Отличная работа. Фори прекрасно сыграл, сейчас вышел на легкую. Только я подумал, что можно только с Тинни. То есть Фурион прилетает, вы ему ничего не делаете. Прилетает Магнус, вы ему ничего не делаете. Только если Тинни придет, вы можете как-то отсюда Тинбера прогнать. А Магнус в этот момент стакает нейтралов и периодически заглядывает в центр, получает здесь экспу. Слушай, ну не так все плохо, как могло показаться изначально. Ну изначально, Фантомка вообще топ-1 по Нетворсу сейчас? Ну параллельно качается Морф. К чему мы говорили, все, Морф не забывайте, будет бить с тотемом. Это Трустрайк. Это Трустрайк. Вот о чем мы в общем и говорили с самого начала, вдруг кто не понял. Трустрайк от Морфа, и очень быстро Фантомка будет падать. Коэффициент от нашего партнера при матче 1.65 НС и 2.15 на ВИЧ на эту карту. Морф с масочкой. В случае чего можно уйти в лес, но линия настолько комфортная, что можно и фармить, да еще и пытаться фармить героев. Янг. Ох, не хватило там двух ударов, похоже, от Морфлинга. Янг уходит на базу. У Нейчерс Профита появится шестой уровень, можно будет попытаться как-то по карте играть. Перемещаться под ультимейт. Сейчас еще один стак от Пива. Ну, видишь, такая четверка, которая будет стараться только фарм, подходить кого-то, забирать Шакуэвом, фармить не получится, его нет. Игра исключительно на импавер. Такой Магнус пока четверка в скобочках пятерка. Странно, что вот тот вард никак не спалили. Видимо, не пытались делать стаки в ВИЧ и гейминг. Других вариантов нет. Ну, сейчас можно просто профармить. Приятный спаун для Магнуса. А, Санта не видит? Ой, как там чуть-чуть-то посмотреть не хватает. Ставит еще. И я-то, что ли, не видел? С ума сойти вы, посмотрите эту позицию. Увы. Это невероятно. Ну, это не везде. Прокатился еще, посмотрел на хайграунде. Но он, видишь, так Сентри использовал, что он хотел и тут, и тут, если что, как бы разбить вард сразу в двух точках прочекать. Но погнался за двумя зайцами, я одного не поймал. Ну, все, Эурус, седьмой уровень. Идет фармить нейтральных крипов, соответственно. В боте линии сейчас свободно. Там может какой-нибудь саппорт постоять, покачаться. По возможности, по крайней мере, похаботить экспу, которая там с крипов падает. Качал, кстати говоря, Блингу-2 специально, чтобы можно было побыстрее. Так, на центр вышел Гримм, пытались там, ребята, сделать фраг. Гримм-телепорт. И... Слишком много урона. А, авторшок уже у Тимса, видимо, есть. Да, авторшок второй. Исура вторая. Параллельно падает Янг. Тимбер здесь в соло. Ну, интересно вообще решение Янга сюда переместиться против Тимбера. Сами понимаете, насколько тяжело тут пеньками, с портами что-то делать. Но тяжелая ситуация, потому что и Морф ведь фармит. То есть это ведь тот этап игры, когда мы понимаем, Морф вначале слаб шейкером. Он просто фармит, фармит, ждет там свою Яшу, плюс Аганин, только потом появляется в игре. И здесь все уже неплохо. У тебя есть классные герои в виде Тимбера и в виде Вайпера, которым много вообще не надо. Да, ведь надежда всегда вот на какой-то лейтгейм, когда ты играешь с Морфа Шейкером. Вспомни, вот большинство игр, они строятся следующим образом. Ты терпишь в самом начале, и потом ты либо жестко камбэкаешь с Морфа Шейкером, либо тебе супертяжело, и ты не можешь вообще никак к этим файт выиграть. Смотри, какие тайминги, если ребята сейчас выходят на стакен, там правда Тимбер готов защищать. Я видел это в игре команды Гамбит, если что. Но кажется, Эурос успевает зафармить. Ему, правда, мана не хватает на блинг, десятая минута баунти руны. Принимают его. Четыре баунти для Тиньси сейчас будет, если там только Нейчерс Профит не разобьет. Он, кажется, разбил руну пеньками в боте. Кипи только одну забрал. То есть три руны для Тиньси, но Вич и Гейминг вообще ни одной не забрали. Но стаки, тем не менее, Фантом Ассасин успела зафармить. Тиньси выходили в этом смоуке именно по баунти руны, а не по стаке аншетов. Хотя Фантомку-то могли видеть на этом варде, который был очень спаун, да, совсем недавно. Мы про него говорили. 2-2. Морф первый и Нетворс. Это без фарма леса такого прям серьезного. Ну, Фантомка. Что, кстати, по итем билду Фантом Ассасин, как думаешь? Ну, Дезолятор БКБ, очевидно. По-другому нельзя играть, когда у тебя... Ладно, когда Маклус... Так, попытка убить Стимса. Тимс получит лист тан от... Там на Хаслайм появился. На самом деле это огромный риск. Но хорошо, что тут полкоманды Вич и Гейминг готовы защищать. Прилетает Янг. Там должен быть... Нет никакого топорика, нет танга. Шейкеру больно. Висит Сайлент. Стимс выживает Фиссура по двоим. Прилетает сюда Тимбер много урона. Тос выкидывает Тимбер. Оно работает. Тут ультимейт по-прежнему надубивает. Нечас Профита также погибает Тимбер. Ужасная драка для Вич и Гейминг. Отдают они двух своих основных героев. И пока Нечас Профит... Ну, пока этот герой не работает. Наверное, так, как ожидали Вич и Гейминг. Пока этот герой не работает, да. Тут непонятно, с какой просто целью его Вич и Гейминг вообще взяли. Что они хотели сделать. То есть они думали, что... Он может Марфу, типа, жестко помешать. Но вообще, да, он может Марфу помешать. Просто для этого нужно не Магнусу четверку, как бы, в пик, как, не знаю, Лину какую-нибудь. Или там Рубика. Ну, что-то вот такое, что придет и может руками как-то еще помочь тебе там с базилкой на старте. Представляешь себе, стоял бы сейчас Нечас Профит. У него там Блайтстоун, по-моему, на первые деньги был куплен. И еще бы базилка была. Ух, там был бы минус армор по саппортам какой жесткий. Но Магнус, Магнус на четвертую позицию всегда слабость. Янг пока выглядит на Нечас Профите, как такая хорошая распармленная четверка. Урна, ПТ и уровень 6. Тимбер встречает. Уровни 10. Посмотрите, какая разница, да, по уровню. Просто невероятная. Надо от деревьев отойти, попытаться как-то телепорт нажать, потому что Тимбер может просто запилить. Прогоняет Янга. Кейпи и Даш, если на него сюда выйдут. Может быть, выйти сюда с Тинни снова попытаться, дружной компанией. Но нет. Мне кажется, проще играть на другой линии уже. Там в центре Бо Шейкера хотят убить, его тоснули. А, с Кивером его отвезли. Но просто нет урона. Посмотри, не хватает демеджа. Может, ставится Хилингвард, который на лоу-граунде подходит Тинни. Может быть, убит. Есть это слэм. Но нет, тут нельзя подойти Шейкеру никак. Но, в общем, тут просто два саппорта разыкались. На них выходят полкоманды и убивают Петерку. Надежда на Пашку. Если Пашка сейчас возьмет Дизоль, а она возьмет Дизоль, можно попробовать поубивать. Морфа Шейкер тоже, конечно, будет очень опасен в ближайшее время. Но не забываем, что для полного раскрытия, скажем так, Морфа в комбинации с Шейкером, конкретно Морфа, ему нужен левел 18. Потому что у него кулдаун будет между формой. Это не очень хорошо. А для полного раскрытия комбинации Морфа Шейкера еще и Шейкеру надо какому-то там аганим, чтобы они вдвоем, как кузнечики, по карте летали, станили, убивали всех. Ну, ждем от Фантом Хима. Да, это такой герой, который покупает Дезоляторы. Там Блэкинбар начинает по карте прыгать не хуже, чем Найт Сталкера, который берет аганим и начинает по карте летать и все убивать. Не забываем, что этот Эмпауэр будет неплохо бафать в момент драки. И не забываем, что Магнус все-таки как-то может РП даже по одному герою дать. Не забываем, что Эмпауэр будет еще и Тинни бафать. Ну, кстати. Так, да, на самом-то деле. А Тинни веточкой там может и подмести как следует всяких саппортов. Пока Ори рашит блинк. И тайминг нормальный вроде как. 13,5 минута может попробовать куда-нибудь выйти, что-нибудь, что-нибудь где-то убить кого-нибудь. Ну, Витч Доктор это идеальная цель. Морфлинг при плюс один. Каким-то гримстроком может быть. Профи это как-то вот ворваться там по третью гримстроком может быть. Знаешь, это баунти руны. А, нет, не баунти руны. Пытаются убить Гэби. Гэби видит на варде. Это будет очень важный фрак сейчас. Сайланс. Прекрасный сайланс. Отличная работа от игроков Витчи Гейминг. Просто идеальная реализация Блинг Даггера. Самую важную цель убили Витчи Гейминг. Они его видели на... Погоди, они его не видели. То есть они просто туда прыгнули, что ли? Ну, похоже, потому что я варда там не особо вижу. Наверное, обратили внимание, что он с лайна ушел фармить. Так, КП сейчас не создает никакого пространства, потому что Морф в таверне. Пытаются его убить. Фантомка с изолятором начинает бить, но не особо больно. Проказ пошел, хотя чуть больнее стало. Фиссура залетела в ответ. Неплохая. Больше атаки от Витчи Гейминг я не вижу. Они просто отходят. Нечем атаковать. Да там Вайпер уже потихонечку коннектится в драку против Вайпера. Фантомка не может играть. Когда вещи появятся на Фантомке, в первую очередь нужно будет Вайпера убивать. Ни Вич Доктора, ни Морфа, а Вайпера. Потому что если ты не убьешь Вайпера, и у тебя кончится БКБ, ты не сможешь вообще ничего делать на своей Фантомке. Из-за нейротоксина. Слушай, саппорта идут убивать, такое ощущение. Эхо слэм, дез вард есть, фиссура. Я не думаю, что они просто идут варды расставлять, тем более Вич Доктора этих вардов нет. Баунти руны пытаются сейчас Смоук как-то реализовать, но на вражескую руну они не хотят идти, там вижены не шибко много. А вот пиво можно попытаться, фиссурка, маледикт, вот что-нибудь такое. Ну, дез вар ты не поставишь, поэтому... Ну, поставишь, можно. Ну, окей. Ну, они просто криво все сделали. Если бы они сразу вместе скиллы бы дали, они бы его могли попытаться убить, но в любом случае тут шрайн был. Если бы пив дотянул до шрайна, активировал бы его, маледикт бы ему перестал бы наносить хоть какой-либо урон. Мы вот с тобой пока болтаем, смотрим игру, преимущество уже 5000. 5000 золота. То есть по чуть-чуть, понемножку, хотя особо нет фрагов. А тут и Тимс идет сейчас объяснять Нейчерс Профиту, что на карте ему делать нечего. Сейчас он как Пиньков, если ворвется с Эхо Слэмом, у Янга будут проблемы. Ну, Янг аккуратен. Янг аккуратен. Там Смоук от Тини и Грима. Атака будет. Янга не нашли. Он прострейтился в другую часть. Виссуру потратили. Наверное, отсюда улетать надо уже. Они за Гэби идут, вот в Смоуки. Ну, похоже, хотят... Ну, конечно, они хотят Марфа убивать. Тимбер они даже не убьют вдвоем, я боюсь. Не убьют. Гэби. Там может оказаться Тимс. Тимса убивать не хочется, да и не получится. Его и труднее убить. У него там здоровье должно быть побольше, чем у Марфа перекачанного и 1300. Ну да, проказ-то не хватит. Ну, Марф перекачался, так сказать. Побоялся на низком показателе здоровья находиться. Немножечко перекачался. Думал, что, может быть, еще нападут. Ладно, мы ждем БКБ на Фантомке. Спиритвесель у Нейчерс просто будет, но у него, к сожалению, нет зарядов, чтобы этот Спиритвесель реализовывать. Совершенно нет зарядов. Надо где-то найти фраг. Надо где-то поприсутствовать, хотя бы посмотреть на то, как убивает Тиневич Доктора, чтобы просто зарядить. А что думаешь, кстати, по Магнусу? Играть в ауру тут или попробовать? Нет, нет. Это и четверка Магнуса не играет в ауру, потому что эти ауры слишком медленно появляются. 100% блинк в... 100 из 100 игр. Ладно, в 99 из 100 игр ты берешь, блин, к намагнусе четверки. Видит Тимбер. Тимбер, если на нем нет стаков, можно попытаться его атаковать. Ну, видимо, на нем там 24, да. Да, на нем 24 стака. Дезолятор Фантомки особо ему не наносит урона. Кстати говоря, Тимбер потратил телепорт в топ. Это значит, что в миде его не будет. Будут ли нападать вичи гейминг? Да, похоже. Они, конечно, сюда перемещаются, на Тинси сами уходят. Они нажали смок, но Тимбер там разревелил его. Он подлетел на Тимберчене, этот смок заревелился и... Вайпер Вейл Трвелла. Вейл Трвелла. Такой вот прям набор, знаешь, необычный странник. Еще бы... О, вот просто, вот идеально. Вот только хотел сказать, что ему бы еще гост купить, чтобы Фантомка за прыжок его не убивала. И он хочет гост. Вот это Вайпер, а. Много ХП, очень много брони сейчас. Преимущество немножко уменьшилось до 4000. Морф взял себе Блэйд, чтобы увеличить скорость фарма. Первый артефакт для Аганима выбрал. И Аганим почти готов. Надо по Шейкеру посмотреть. У него должен быть высокий уровень. Там Тотем, я думаю, второй. Ну, будет третий. Уже это приемлемо вполне. Мне кажется, это не так страшно. Очень часто морфы говорят и просят Шейкера взять именно на тройку. Так, Армал. Как-то страшно на него выходить. Ну и сам он убить не может, а то Санет какого-то. Нередко, который мы видим на Вайперах, чтобы можно было дать контроль. Тимбер летит в топ. Янга убить не должно получиться. По идее. Телепорта у него нет ни одного. А, у него телепортов нет. Ну да. До свидания. Я боюсь, что даже телепортом не так что получилось было. Как слэм по центре. Атака просто. Тимбер подходит сюда Марч. Саппорта начинает уничтожать Кора. Есть Дезвард. Еще несколько ударов. И в таверну Тимбер отправился. Саппорта Тимбер. Блестящий. Но без Вайпера этот фраг скорее всего мы не увидели. Здесь Пиф. РП есть. Надо уходить. Кипер рядом с Хивер потрачен. Есть Афтершок. И добьют им Магнуса. Посыпались немножко Вичи Гейминг в этом моменте. Это ведь все без морфлинга. Но и Фантомка. Фантомка ждет нужно время Эвросу для... Он бежит в КПКБ. Для того, чтобы морфа зарезать. Там Гримстрок есть. Если Сайланс повесят. Так, смотрим. Сайланс пошел. Но там перекачка врублена. Солбин дал. Ну... Да. Все. Все. Это Аганим. Курьер немножко не долетел. Но вот он здесь. Аганим готов. Фантомки БКБ сейчас будет. Может быть это что-то поменяет. Но пока на карте Вичи Гейминг очень-очень трудно действовать. Любая ошибка с их стороны они тут же начинают сыпаться. Герои команды Тинси слишком легко их убивают. И морф сейчас очень быстро может дофармить себе Манту Стелл. В таком случае Спирт Весел, у которого пока нет зарядов, он же вообще будут драки неэффективен против морфа. Сами понимаете. Он просто хитпоинтов немножко дает тебе, что тоже, конечно, хорошо. Не для этого ты его покупаешь, конечно. Тут пытаются убить Дивай. Дивай немножечко улетел назад, но вернулся. Показал, кажется, себя. И умрет он сейчас сто процентов здесь. Еще и левел для Тимза. То есть там еще можно тотемчиков качать побольше. Ну, уже на пятнадцатом уровне поприятней с Аганимом играть, потому что появляется талант на ульту. Ну что, на кипи. Не успевает выйти на баунтиру, но здесь был, значит, профит. Его сразу же Тимбер выгнал. Обратите внимание, книжку дают морфу, потому что ему важен восемнадцатый. И вот он Блокенбар Фантом Ассасин. Двадцатая минута есть. ПКБ. 43 пинька был уничтожен за эту карту. Очень много морфа брал. Еще на этапе линии, я думаю. Ну и Тимбер потом. Тоже они оказались на линии одной. Неудивительно, что так. Синий. Почти сабли есть. На Вайпер после коста Аганимпа как-то байстает. Еще такой предмет интересный. Да, довольно редкий. Вкупе с талантами попозже. Да, там на двадцатом очень-очень крутой талант, а что-то дабл дэмэдж, может? Ну, просто... Смотреть. Есть БКБ. Есть две фиссуры. Пытаются быстро убить Тимса. Тимса убили. Шейкер с байбэком. В ответ убивает Магнуса. РП у нас какое-то время не будет. Если Магнус вдруг не выкупится, врывается дальше. Гэби. Еще два удара. Погибает Дивай. Выкупается Магнус. Выкупается также Шейкер. Погоня за Фантомкой. Фантомку испепелили. Триплкилл для Гэби. И можно идти дальше. Гнать Магнуса после байбэка. Он пришел слишком поздно. Для Гэби. И сейчас, может быть, где-то рэмпуль. Ты можешь представить хуже тайминг для Вичи Гейминг? Морф с Аганимом. Морф с ДД с хорошим уровнем. И там и тотем уже, я думаю, на уровне прокачен. Ну, ладно, ДД это ключевой момент, почему в драке было тяжело. Четыре. Поменял Эврус, он же папарацци, никнейм новый сделал. На удачу, как сказал, но пока что-то не везет. Но он один играет на карте. То есть у него вроде бы как есть Тинни, который один раз морфа убил и больше ничего не может. Вот Армал летает по всей карте, все линии пушит, все напрягает. Ты не можешь против него нормально выйти. На третью позицию у тебя вообще не герой. Просто, я не знаю, ну ты понял. Он ничего не делает совершенно на Нейчерс Профит. Я не говорю, что Янг как-то плохо играет. Не игрок виноват, а герой такой. Это просто не герой конкретно здесь. Он не реализовал свою линию. То есть он должен, по идее, как-то быть на линии сильным, потому что приходит Нейчерс Профит, Пеньков вызывает, саппортов отзонивает, кэрри харасит. А в итоге нет. Казалось изначально, что два против трех Вичи Гейминг выгодно. Типа будет как-то Нейчерс Профит подфармливать. А вот этого Тимбера можно будет убить. Да? На первых уровнях. Но что получилось? Магнус ушел. ФБ сделали. Игроки Вичи Гейминг. И все. Как бы дальше приходит Тимбер, и дальше начинает качаться, потому что его почему-то перестали убивать. Не стали как-то его дальше пытаться харасить, отзонивать от Экспы. А Нейчерс Профит один против трех остался, а он не может ничего сделать. Один против трех. Ну и в итоге мы имеем на 22-й минуте вот такую вот плачевную ситуацию, когда игра идет вокруг одной фантомки. Один герой в доту не может выиграть на действительно супер высоком уровне, потому что насколько бы не были слабые, допустим, другие персонажи, но если они в пятером против этого героя скооперируются, они с ним могут разобраться. А персонажи у Тинси не слабы. Тут атака в топе на Вайпера. Вайпер закрывает его с пруты, но понимают своевременный Вичи Гейминг, что нецелесообразно продолжать эту атаку. Вичи Гейминг нажимает с маук прямо сейчас после этой атаки. Интересное решение. Посмотреть надо, что будет дальше. У нас пока ЭХСЛМ на центре, на Нейчерс Профита. Нейчерс Профита без шансов. И без шансов. Без шансов. Вичи Гейминг пошли в чужой лес. Никого там не нашли. Врывается Эврос. Должен добить Шейкера после байбека, но там БКБ пустую. Но он не знал. Он не видел на карте, что происходит. Кто знал, что это может произойти дальше. Смотри, сзади со спины Вичи Гейминг пытается напасть. Нет шейкера. У морфа, у морфа. Сейчас, по идее, должна кончиться форма, и он не сможет быть настолько жестким. А у него уже нет формы. Все. А с шейкером он не может принять форму, потому что он в таверне. Сейчас выгодно что-то сделать. Куда-то пойти, на кого-то напасть. Блокенбару у Фантомки нет. Я вот боюсь, что такой морф и без шейкера, когда нет БКБ, может быть очень опасен. Ория. Не заметил его Гэби. Заметил. Заметил атакую, тут же телепорт, если... Ага, это все. Поспешил. Поспешил, похоже, да. Ну вот можно было бы что-то сделать, но это же все равно трудно. Эволенч дэмэдж берет Тинни на 15-м, чтобы можно было за прокаст кого-то убить. Морфа Тимбер у нас теперь. Морфа Тимбер. Ну это вон так, чисто, чтобы по карте чуть побыстрее перемещаться. Ну мы ждем теперь еще больше слотов на Фантомке. Какой-нибудь башернули файер, может, что-то в этом. Мне на Кривбай нравится. А, Аганим. О, слушай, Аганим-то, кстати, прикольный артефакт на ПА. Он позволяет... Там с блюром фишки, и, по-моему, если ты убиваешь скиллы от... Оп, оп, оп. Сюда. Есть БКБ тапаут, если что. Блюр и Эурус просто встретятся. Ну лучше БКБ нажать. Ох, жадничь, Эурус. Тут кресло спитурно. Ну, в итоге сейчас он еще может нажать БКБ, попытаться бежать. Он пытается убежать. Телепорт. Тут уже вайпер. Крипа, крипа убить не получится. Нажимает БКБ, но как-то атаковать. Слишком мало ХП остается. Хотя успевает на Фантомстрайке. Солбайнт в ответ. Фантомка выживает. Отличная позиция от Диуая. Не факт, что он отсюда уйдет. Морф сейчас будет идти дальше в атаку. Параллельно. Тимбер Юл на Тинни. Тинни тут еле живой. Магнус пытается помочь. Тимбер Чейн мимо. Гримстроку убили. Ори еле живой. Еще один наиболончик пошел. КП слишком мало мана. Там на Тимбер Чейн должно хватать. Су разлетает. А, это стура какая-то вовремя. Прыгает Гэби. Один удар. Второй удар. И добивают Тинни. На Фантомку спасали. Параллельно там была другая драка. В итоге погибает Грим Тинни. Там тут еще встреча с Толом. Пятерка. Марч. На Фантомку не хватит. Там еще и Ут. Он купил что ли его? Нет, нет, нет. Он планировал Пайп. Он планировал Пайп взять. Думал фишки? Ну, да если ты поражал, то уже не фишки. Так, ладно. Гэби врывается прямо под Т4. Пытается сейчас убить Пиво. Еще одна фиссура. Еще один удар с тотема в форме Морфлинга. И четвертая позиция. Команда Вич Гейминг. Отправляется отдыхать в таверну на 30 секунд. Ультимейт от Нейчерс Профита вроде дамажит больно. Откидывается фиссурой Тимс. У Тимса есть Лотус. Или у кого-то, по крайней мере, с командой Тинс есть Лотус. Наверное, все-таки у Шейкера. Это Шейкер. Ну, Т3 сломали. Хотят, видимо, еще доломать бараки. У нас ушел Вайпер. Он забирает Аганим. Сейчас на траволах должен вернуться на катапульту. Хорошо, это минус центр. С ума сойти, какие же предметы. Вичи вообще не готовы драться. Кроме Фантом Ассасин, мы видели РП, но вообще пока такой себе это была атака на Тимбера, по-моему, в рифаторе. Хочет оритоснуть, но немножко не долетел он. Там и Юл был, Лотус, если что. А, это Лотус и Тимбера в итоге. Окей, окей. Шейкер не такой богатый. У него только, блин, куплен первым слотом. 1.1 коэффициент на Тинси, 6.25 на Вичи, на эту карту от нашего партнера. Париматч. И 12 тысяч перевес. Вичи гейминг. Вроде Фантомка хорошо фармит, но дальше ты смотришь, а там просто пропасть. Там нет предметов. Смотришь, значит, профи-то 7.700, но ты понимаешь, насколько мало может драки сделать. У него заряды-то есть вообще? Нет, какие-то заряды появились, да. Нет, слушай. У него два ассиста и пять смертей. Он нигде не получал ассиста, по-моему, когда... Он получал спирит-весел заряды только что, когда была драка с Вичдогом, на марче висел спирит-весел. То есть он просто использовал заряды. Окей, 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 понял. Там 2-3 зарядов драки, я думаю, он использовал. Ну, самое важное то, что сейчас у него нет зарядов. И, кстати говоря, даже если они у него появятся, то, во-первых, у Марфоманта, а у Тимбера Еул плюс Лотус. То есть, где сколько? Пять зарядов надо, чтобы, ну, хоть какой-то импакт от этого веселя был. Загулял немножечко Дивай здесь. Пытается телепортироваться Эурус в Блэкинг Баре на этот раз. Не жалеет этот артефакт, понимает, что в противном случае его убьют. И хочет рапиру. А у него, кстати, сколько денег? 4 тысячи. Я рад, что он понимает, что нет смысла там какой-то еще покупать артефакт за 4-5 тысяч, когда игра настолько... Я бы просто хотел на это посмотреть. Вот сможет ли вообще Эурус попытаться как-то с рапирой? Ну, в теории это возможно, да? Если РП от Магнуса будет хоть какое-нибудь, ворвется Эурус со сплэшом, с рапирой. Там может быть 20 уровень еще апнет, талант возьмет на минус армор. Порезать можно, попытаться, но надо выиграть время. Тинси не собираются ослаблять. Есть Юл от Кипи, поэтому может быть телепорт и добьют. Добьют. Нечит профита, он нажимает телепортейшн, но немножко не хватает. Тинси уже на центре, там три игрока, Ори пытается толкать линию. Скипает просто крипов. В итоге Тинси с центра могут только в бот зайти, на топ они зайти не могут. Трон ломать пока им тоже не особо хочется. Надо как-то баунти подконтролить в Вичи Гейминг, чтобы Фантомка смогла рапиру купить. Сейчас вся, абсолютно вся игра строится исключительно вокруг рапиры Фантомки. Это единственный шанс команды Вичи Гейминг. И то он очень призрачный такой, эфемерный, если хотите. А Магнус и Блингдаггер-то есть на этой карте или нет? Ну, планеты 1-3-5-4. И он даже не может продать все и купить. Да придется продать. Ну, в какой-то момент придется, когда там будут полторы тысячи. Ну, тапок продавать, ну, Солуринг продать, Солуринг стики плюс запоры. Я не знаю, но будем смотреть, с какой у него останется денег. Ну, там же, да, там же еще видишь, в чем дело. Баунти какие-то планируют, наверное. Вообще у Фуриона, мне кажется, надо просто лететь и умирать за эти баунти Он уже ничего не сделает на этой карте У него нет фарма, у него нет скиллов, которые могут быть полезны Если он заберет баунти и умрет, это, мне кажется, будет того стоить Просто исключительно, чтобы обеспечить Магнусу, Блинту и Фантомке Рапиру Фантомке 5500, она очень близка Так, Янг приходит сюда, но он своими пиньками может просто приманить сюда игроков Тинзи Они видят, ага, так бот там пушится Наверное, там можем как-нибудь вайпером или тимбером тем же самым пойти отпушить И в итоге руны там уже опасно забирать Так, а Янг умер, похоже Там Юл должен быть И уже Вич-доктор со своей палочкой неспешно шагает Дезвар даже ставит, там Янг нажимает Не, не зачем его жалеть 30-ая минута и 0 баунти 0 баунти для команды Вич и Гейминг Фиссура Ох, нельзя погибать, нельзя погибать Ахаслэя Магнус врывается в Фантомке, нужно резать Начинает бить Ну, хватит урона, Даша Эйкер погибает Нужно еще под бэкенбаром, попытка добить Морфлинга Морфлинг еле живой, Армал нажимает гост Гэби уходит из драки, добиваются же Фантомка Немножко не хватает, чудо почти произошло Армал на лу хп, Гэби врывается Добивает еще и пиво Прилетает Тимбер, Фиссура по двоим Гэби еще один удар, Дивуай Пытается отспамиться до последнего Морфа убить Не получается снова Магнус выкупался, Фантомка выкупаться не хочет Потому что нужно купить Рапиру Иначе слишком много денег отдашь 5700, была бы Рапира, сейчас бы Морфа Не было на карте Это была бы переворотная для Вичи Гейминг Потому что Фантомка 100% бы их зарубил Там с этой Рапирой Так, кажется, сейчас опять Вичи Гейминг Хотят вот этого наголого Тимбера Попытаться убить, но так у него много Так его тяжело забрать здесь Тут нет Шейкера, тут нет Морфа поблизости Там Азерил, Вайпер Страйк Что это за урон? Талант на 20 уровне Вот что это за урон Там он Азерил зарядил Очень больно Вкупе не переживает Это Тинни, Ори выкупается Фантомка, 17 секунд Нужно уже как-то с Курьером возиться Вести его в сторону Секретшопа Магнус, нет денег на Блингдайгера Не появится Атака на Нечес Профита Добивает его Байбайка нет Фантомка, 5 секунд Морф полетел почти на Фонтан Ори, полетел на Фонтан Есть Скивер Еще несколько ударов Нет, не получается Морф выживает Солбайн пошел Врывается Фантомка Оказывается в Юле Блокенбара нет БКБ нажимает только сейчас Опоздал Эврус Там перекачка врублена Те не хватит урона Морфа Забить до смерти Боже 5600 золота Чуть-чуть до Рапиры Да, но Как ее купить? Как ее купить? Эх, если бы можно было Каким-то образом Игроков Тинси Отсюда Выгнать Я не знаю Хоть как-то Ну ладно Эврус в Блюре Приходит в Вод Фармит огромный Криплейф У него должен быть телепорт Ему нельзя на базу возвращаться Пока он не купит Рапиру Можешь вообще не возвращаться Да, его команда просто Ну сказала Что так Все, без Рапиры Не возвращайся Иди качайся Деньги есть Деньги на Дивайн Рапиру есть Счет 9-26 Магнус Блинк Не купит в следующей драке С большой вероятностью Он выкупил Сегодня вообще не денег Там около 1000 золота Да Даже если он все продаст Вообще все Я уверен Что даже люди Которые смотрели Эту игру фоном Потому что первые 20 минут Было по сути не на что смотреть Сейчас прильнули к экранам Посмотреть Чем все это вообще закончится Рапира есть Дивайн Рапира Для Эвроса Сейчас как-то не показаться На карте Как-то Ай там Рошан Ну Ну Такую трагедию Вообще ломает Этот Рошан Если честно Потому что Ну Морфа Даже если ты убьешь Он возродится Ну один он По самом-то деле Ничего не сделает Если ты всю его команду убьешь Морфлинг Это ведь еще и защита Защита Фантом Ассасин Не только вот такой Атакующий вариант Гост Шейкер Там два Этерила уже Два Этерила Плюс Гост у Шейкера А то есть Три получается Три защиты есть Сыр Две из которых Можно на друг друга кидать Если что Ну давайте смотреть Давайте смотреть Что будет происходить А Рос пока стоит в лесу Дивай уже умер Нужно выкупаться Нужно что-то делать Магнусу Магнус пока Есть такая позиция в Тимбире Папарацци все ждет И ждет момента Папарацци Рос его заметили Его просто заметили Нажимает БКБ Пытается драться Врывается Он уходит из драки Просто в Блэкенбаре Магнус покатили Фантомка врывается На нее Фантомка падает Рапирует Теряет мгновенно Хорошо если удара два Успел сделать Эврус Под этой рапирой ГГ Ультра килл для Гэби Гэби врывается дальше Попытка сделать Рэмпадж Еще несколько ударов Тимса Хаслайм Нужно добить И сейчас профитера Не будет Похоже у нас Рэмпаджа Да Аеги теряет морф Игра закончена 10-30 Финальный счет Там 40 тысяч Почти перевес По золоту Такая драма Могла получиться С этой рапирой Очень жалко Что ничего не получилось Я бы просто Знаешь Мне в принципе Не то что Все равно кто выиграет Но и ТНС Тоже молодцы большие Заслужили победу В этом гранд финале И Вичи Гейминг тоже Но просто хотелось бы На это посмотреть Как бы вообще Вичи Гейминг Камбэкнули с этой рапирой По крайней мере Попытались Но не получилось Наверное Если бы у Магнуса Блинк где-то оказался Каким-то образом То было бы Несколько шанс побольше Но Магнусу было тяжело Напасть там Двух героев Ну там было тяжело Там было практически нереально Вичи сделали максимум Но в итоге у нас Небольшая сенсация Лично для меня Не знаю как для аналитиков 2-0 Команда ТНС Побеждает в этом гранд финале Да но хвала формату И хвала этому турниру Что нас ожидает Еще третья карта впереди На которой Китайский коллектив Все еще имеет Шансы реабилитироваться По крайней мере На это остается надеяться Серьезно Потому что пока что Гранд финал похож на избиение И очень трудно было предположить Что именно так Все будет складываться Потому что только что Вчера это произошло Команда ТНС летела Со счетом 0-2 А теперь наоборот Вот такая история Дота 2.RUGG Друзья Заходите туда Оставляйте свое мнение По поводу этого гранд финала Если оно у вас есть Если его у вас нет Заходите туда И читайте что пишут люди Потому что Интересно на самом деле Все складывается Ну как минимум неожиданно Почему мы увидели Повторение сценария первой карты Или это все-таки Немного из другой оперы Ну чуть из другой оперы Но как по мне Все-таки это опять же А вот драфт У ТНС все по полочкам Вот они Каждый свой пик Каждый бан Они так подходят И у них реально Вот этот баланс получается У них каждый герой Против каждого героя Команда Вичи Гейминг У Вичи Гейминг наоборот У них вот Нужно четко на исполнение Все это проводить Много киллов нужно в начале Чтоб тебе В ответку сдачи не давали Чтоб ты вот эту преимуще Наращивал Чтоб Фантомка Шла выше морфа Чтоб не было там считай Три топовых нетворса У ребят из Сатинси Но героев убивать трудно Тебя Вайпера трудно убить Тимберг Когда он получает Определенный левел Ты этими персонажами Опять же его очень трудно забрать Морф сверху Тоже стоит непробиваемый Можно забрать только При получении краски дайгера Дайгера на Тинни А у Тинни Все не так гладко в миде Опять же Поэтому Не, на Тиннику тяжело То есть ты ставишь Милишника против Вайпера То есть да Странный Рода сетап Много зависит от личного исполнения Здесь Вайпер просто Не отпустил своего С линии постоял Как бы вопрос Под второй линии был закрыт А дальше Ты сидишь и смотришь То есть у тебя Тинни выпало из игры Сколько-то И у противника Пять героев Которые сколько-то Хорошо работают Против Фантомки А у тебя Только Фантомка И больше никого не осталось И после этого И уже реально тяжело играть Выстраивать как-то всю позицию И выход Да, вот Та самая Рапира И все прочее Но слишком поздно Слишком сильно задавили Задушили Опции никаких не дали Прямо Мы всю игру видели Как вот Команда слева сидит в таверне Команда справа Получает лишние деньги За убийство Потому что прыгает Это морфило И его просто не остановить Дабл дэмэдж Руны иллюзии Инвизи Там что угодно Нашел ты уже Сразу максимально силен Там Магнус просто Исчез Исморился Опять же Вот эти герои Которые идут на третью позицию Что Магнус Что Начис Профит Мне они Не очень сильно нравится Не знаю Я бы лучше здесь Наоборот Магнус и сделал бы тройкой Пускай он фармит Вот этот свой быстрый даггер А Фурион Как раз был бы Бабиситером Он просто помогал бы Ему на лайне Гонять Персонажей команды ТНС Здесь было бы Это более комфортно Был бы быстрый даггер Как раз под Эмпауэр Это мог бы Вот эти опять же Начальные драки принимать Потому что Ну есть у тебя этот фурион Ну фармит он эти бафы Но у него нету Заклинаний хороших Он только с руки может быть Это просто физ ДПС Он физ ДПС И собрал там Что он пайп собрал Да Комператором артефакта Но опять же Это не помогает Против тебя Играет жесткий урон с руки Тебе нужно это остановить Тебе нужно прыгнуть Там рано с РП Дать РП Чтобы фантомка твоя Где-то там Ну когда идут давить Ты просто подловил Там трех-четырех персонажей Вот как было сверху Да Но это было супер поздно Супер поздно Там уже были настолько Жирные персонажи Нам обязательно в хайлайтах Покажут как раз таки Ну там за 3-4 минуты До окончания игры Вот этот под Тир-2 Тауэром Замес Вот так вот нужно было делать Как бы постараться делать Навязывать эти драки Под фантомку Под импауэром Она с одним дезолятором И под импауэром У нее уже критые вылетают За одну тысячу Да Надо отдать должное Вичи Два момента как минимум С их участием Было красивых в этой игре Один мы увидели Это как они засейвили фантомку Который убегал Через собственные леса Ну просто там Все очень четко сделали А второй это драка Упомянутая Сергеем И вот такой вопрос Могла ли она Поменять вообще Ход этой игры Вичи же очень круто Все сделали Ну там Впервые за долгое время Для себя на этой карте Вышли даже плюс По-моему Если я ничего не путаю Они могли ее конвертировать Могли Могли То есть смотри Рапира такой артефакт Который докидывает тебе Некоторым героям Двойную Некоторым героям Тройную эффективность Их обилок И все прочее Особенно для Кэри персонажа Это зависит И вот В ситуациях Где ты допустим Берешься с фантомкой И воюешь там Берр 3 в 3 И она получает Двойное усиление То есть это очевидно Становишься куда мощнее Куда лучше И ты можешь перевернуть Вот это драка Да Вот это драка Но тут опять же Тут Магнус без дайгера Он тебе на скьювер въехал И застанил двух персонажей После этого Опять же Здесь некомфортно Плюс этот морф Который под Тотемом У него Вот этот трустрайк Идет с первого удара И он когда с фантомкой Начинает размениваться Он делает тотем И вот этот Первый удар Он идет сразу Чуть ли не на пол хп фантомки Она уже Под вопросом Драться или нет Пока нет сатаника Пока она не сможет Там опять же За удар Восстановить себе фулл хп Она из драки Будет убегать Потому что там сразу В вайпе страйк И морф Диким дамеджем Начинает тебе По блокенбару наявить Ты даже в блокенбаре Драться не можешь Да и возвращаясь К вопросу Который ты наш Дорогой ведущий Сдавал до игры Почему там аппарат И так далее Хорошие И все прочее То что Спирит весел Его надо заряжать И здесь как раз таки Янг вот этого Не смог сделать А аппарат Он бы смог просто Зать свой ультимейт И там Ну что лэл Ты как-нибудь Домно получаешь Да здесь по-моему Зарядов Так ну Он реально Рано купил Спирит весел Но в итоге Они сделают Десятый фраг Но снова Без фуриона Он предполагает Инициативы Какой-то А вичи же не были По сути Им нужно было То есть Что-то делать Как-то нажимать Свою клавишу То есть В идеальной Для них игре У тебя как-то Ты стоишь в линии Получаешь преимущество Делаешь какой-то замес Через рп Реализуешь Ультимейт кулдаун Получаешь там заряды Спирит весела И после этого У тебя начинается Разнос по всей карте По макро Тине фуриона И компашки То есть Но вот это Идеальные золотые мечты Для китайской сцены Для китайской команды И все это Не получилось сделать Просто потому что Они не смогли Напрячь Марфа в достаточной степени Он просто реально быстро Вышел в свои злоты Да Мечты команды болельщиков Мечты болельщиков Команды Вичи Гейминг Сейчас на глазах рушатся Я не удивлюсь Если нам будут Показывать зал Во время драфтов Перед третьей карты И этот зал Сильно опустеет Хотя Я уверен что Вичи Предпримут абсолютно все Для того чтобы Сравнивать счет В этой серии Опять же Опираясь на то Какая химия царит В этой команде Опираясь на их Мировоззрение Их идеологию Можно сделать вывод Что они эту серию Отпускать абсолютно точно Не намерены Другой вопрос Что на первых двух картах Они проигрывают Из-за драфтов Если делать вывод Из ваших слов И такие проблемы В рамках одной серии Как мне лично кажется Решить не очень просто Ну смотри Два кора Команды ТНС За две карты Умерли два раза Это соответственно У тебя что-то не получается С контрой этих персонажей Но как бы Самая главная контра Это же кора на кора Идет Правильно И Ну ты вообще Вот здесь 5-0 вайпер 17-1 морф И то морф умер И от Первой реализации Даггера Когда он просто не видел Этого Тинни Пошли сразу убили И на первой карте Тоже Одэ не умирал Не разу И Хаус Найт Вроде тоже Хаус Найт Один раз Обрати внимание Серег Как раз к слову Приходится Fight Participation Фантомки То есть она Принимала участие Во всех практически драках И даже это не помогло Этих коров убивать Потому что здесь С первой возницы Играли команду ТНС И все драки Просто происходили на фантом Ты не можешь не беречь В части драки Которые тебя убивают Типа того Логика понятная Ну что друзья Нам с вами остается Только надеяться Что на третьей карте Положение вещей Хоть сколько-то изменится Все-таки Гранд Финал Он предполагает Противостояние А пока что Мы его не наблюдаем Оставайтесь с нами Проверим Действительно ли Все сложится так Как мы этого хотим